Музыка Андрей Николаевич, значит, совет руководителей в 17-м году также принимал участие и активное обсуждение велось о бассейне в школе номер 1. Что там удалось сделать и какие трудности возникли, что он еще не запущен? Значит, бассейн первой школы, ну, в истории я угуляться не буду, вы знаете больше меня. Но я вам скажу так, что вот в 17-18 году была проделана очень большая работа. Были привлечены специалисты для того, чтобы реанимировать, так сказать, наш бассейн. Все сделали, закупили новое оборудование, проверили. Но была проблема, ну, надеюсь, мы ее сейчас устраним, о том, что уходила вода при гидроизоляции. Привлекали мы различных специалистов. Вот сейчас установили причину. В данный момент сейчас там работает подрядчик. Я надеюсь, что мы в течение, вот сейчас ноября, начало декабря, эту проблему устраним, проведем испытание нашего бассейна и запустим ее в работу. Поэтому, поверьте мне, значит, там работа не останавливалась ни на один день. Мы искали пути решения, в том числе инженерные и финансовые. Мы же вот в этом году привлекали еще специализированную организацию для обследования, в том числе и первой школы. Не только бассейна, как бы, а всего объекта. Там же тоже, как бы, у нас нюансы были, да? Вот, поэтому надеюсь, что этот объект мы запустим. По-другому просто быть не может. Андрей Николаевич, у нас в городе вот проекты на слуху. Это кинозал, это безопасный город, это игровой комплекс. Что сейчас с этим? Сейчас у нас завершается активная фаза всех этих трех направлений. Ну, начну по порядку. В этом году мы приняли участие в фонде кино и выиграли грант в размере 5 миллионов рублей на приобретение оборудования для нашего кинозала. Площадку мы выбрали нашу. Ну, по-старому он их зовут ГЦД. Сейчас он немного по-другому называют. Центр молодежный. А в рамках встречи с Алексеем Генщим Лихачевым, которые у нас проходили в феврале текущего года, нам было выделено дополнительное финансирование порядка 3 миллионов рублей. На проведение ремонта этого зала. И в дальнейшем, еще благодаря помощи и поддержке Алексея Марчелла Кшина, было выделено еще полтора миллиона на закупку звукового оборудования. Мы провели все конкурсные процедуры. И вот 15 декабря мы в торжественной обстановке будем открывать наш обновленный кинозал. поверьте мне, вы тот зал, который был раньше, его не узнаете. Там сейчас все совсем по-другому. Горожане наши долго ждали этот объект. Объект это двойного назначения. Он как и кинозал, и как концертный зал. Понятно, что с учетом вот этих всех особенностей мы сейчас будем корректировать графики наших творческих коллективов. У нас как бы на территории площадок достаточно. И я думаю, что все эти вопросы мы уладим уже в рабочем порядке. То, что касается игрового комплекса. Игровой комплекс – это проект двойного назначения. В рамках программы «Мой любимый город» и в рамках того голосования, которое у нас проходило в текущем году, наши жители, в первую очередь, понятно, что они выбрали фонтан, который мы благоустроили в рамках этой программы. А второе место занял игровой комплекс. Параллельно с этим, где-то начиная с июня месяца, у нас шла активная работа с администрацией Смоленской области по реализации проекта «Бюджетное инициативание». Это новый проект, который стартовал на территории Смоленщины. Одно из условий, то, что, допустим, этот проект стоит 3 миллиона рублей, независимо, это может быть городок, или какое-то другое оборудование, или детская площадка, любой, это может быть объект. Полтора миллиона выделяет администратор Смоленской области, а вот вторая половина – это средства внебюджетные. Это одно из условий. То есть 50 на 50. Плюс ко всему, там идет еще третья источник финансирования. Это может быть частный предприниматель, или физическое лицо. Там сумма небольшая, но тем не менее. То есть вот такое трехстороннее финансирование позволит реализовать данный объект. И вот опять же, благодаря поддержке Андрея Винальевича Петрова, Илья Силанимовича Островского, этот проект в виде нового игрового комплекса, картинка его была представлена у нас на сайте, когда мы подводили, так сказать, итоги нашего голосования. Плюс там же будет не только игровой комплекс, а с резиновым покрытием. То есть довольно-таки комфортная площадка, которая займет свое место за место того игрового комплекса, который же морально-физически устарел, в центре нашего города. Эти проекты, они будут реализовываться и в 19-м, надеюсь, и в 20-м годах. Поэтому мы стараемся поучаствовать везде для того, чтобы привести инвестиции в город и их реализовать. И безопасный город. В этом проекте участвовало два наших учреждения, служба благоустройства ГОЧС. Мы победили в конкурсе фонда АТР. И на те средства, которые мы выиграли, реализовали данный проект. Значит, данный проект был реализован на паспортизированных территориях. Это у нас городской пляж, центральная наша площадь, где фонтан, и площадь между Дворцом молодежи, Иру и ДЦН, где у нас находится деревянный кран. Мы выполнили, в принципе, это в том числе и предписание наших надзорных органов. И выполнили требования всех руководящих документов, которые предписывают по антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан. Это, я скажу, что еще не все. Это один из элементов так называемого цифрового города, который, я думаю, что нас ждет в перспективе, так сказать, в недалеком будущем развития данного направления. Так как, допустим, вот прокурган Славы, который я говорил, там же не только просто закончатся строительные работы, появится техника, освещение, а появится система видеонаблюдения. Вот этот сегмент, он тоже будет присоединен к безопасному городу. А вот где все это размещается, обновленное помещение рядышком с ГОЧС, вот там сейчас несут службу наш оперативно-дежурный ГОЧС-помощник. Там довольно-таки просторное, комфортное помещение. Там сделан хороший ремонт, новая мебель, оборудование. Там же будет находиться у нас рабочее место помощника оперативно-по-безопасному городу. И в дальнейшем там же будет находиться рабочее место оператора службы 112, которое мы тоже будем развивать на нашей площадке. То есть вот это целый комплекс, который был создан в этом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова